Валерий Седов На заседании Городской Думы глава муниципального образования Рязани Татьяна Панфилова отчиталась о деятельности за 2023 год. Так, в прошлом году проведено 19 заседаний Гордумы, принято 364 решения, треть из которых нормативно-правовые акты. В рамках программы формирования современной городской среды в прошлом году провели благоустройство восьми территорий. Это Малое шоссе, Черезовские пруды, Лесопарк, Парк имени Гагарина, Лыбецкий бульвар, скверы у Рязанского Кремля и на площади Маргелова. Помимо этого, из федерального и регионального бюджета выделили средства на реконструкцию Нижнего городского парка. Это отметила в отчете о деятельности Гордумы за 2023 год глава Рязани Татьяна Панфилова. В отчетный период продолжалось масштабное обновление транспорта управления Рязанского троллейбуса. В течение года поступило 69 единиц новой техники, среди которых 39 автобусов большого класса, 25 низкопольных автобусов большого класса и 5 низкопольных троллейбусов. Благодаря этому был обновлен подвижной состав на самых популярных маршрутах. Автобус номер 7, 13, 16, 17. Новые машины уже работают и на других городских маршрутах. В прошлом году, благодаря поддержке губернатора Павла Викторовича Малкова, более 70 миллионов рублей было направлено на ремонт контактной сети троллейбусных линий и тяговых троллейбусных подстанций. В целом программа рассчитана на три года. В 2023 году благоустроили 59 дворовых территорий, 6 из которых комплексно. Еще 40 по программе местных инициатив. В этом году на финансирование этой программы выделено больше 300 миллионов рублей. И список куда больше – 50 проектов за 2024 год. При этом в бюджет города на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов 7 раз вносили изменения. Так, большую часть бюджета направили на строительство новых социальных объектов, благоустройство города, ремонт дорог и теплосетей, создание доступной среды, развитие системы общественного транспорта. В Рязанской городской думе сложилась единая команда, готовая эффективно работать на благо жителей. Уверена, что главное для моих коллег независимо от политических взглядов отстаивать интересы своих избирателей. Также на заседании городской думы согласовали ежегодную дату празднования дня города. Если раньше дата была плавущая, когда 2 августа в день ВДВ, когда 24, то теперь это последняя пятница месяца. В этом году праздник выпадает на 30 августа. Свои вакансии представили больше 15 крупных работодателей города, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. Очередная ярмарка вакансий прошла в центре занятости населения Рязанской области. Свои вакансии представили порядка 20 организаций. Их представители рассказали о преимуществах работы в компаниях, о направлениях деятельности, специфике работы. Как показало предприятие, работодателям требуется инженер-технолог, инженер-программист, инженер по метрологии, токарь-расточник, экономист по сбыту, страховой агент, оператор колл-центра, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением, слесарь-испытатель, стропольщик, оператор производственного участка, токарь, токелажник и многие другие. Также соискатели узнали о возможности прохождения профессионального обучения и открытия собственного дела при поддержке центра занятости населения. По словам заместителя начальника отдела по городу Рязани Центра занятости населения Рязанской области Анастасии Бровкиной, на ярмарке представили больше 200 рабочих мест. Общегородские ярмарки проходят раз в месяц. Она также добавила, что всего за время проведения ярмарок за поиском подходящей работы к ним обратилось порядка 3300 человек, из них трудоустроено уже 1750. В Рязани проходит конкурс по автомногоборию среди юношей и девушек, студентов техникумов, колледжей и юношеских автомобильных школ. Конкурс является отборочным этапом всероссийского первенства по автомногоборию. Юные автомобилисты прошли несколько соревновательных этапов, сложность которых сравнима с экзаменом на получение автомобильных прав. Фигурное вождение автомобиля, нестандартное скоростное маневрирование, знатоки правил дорожного движения. Такого на обычном экзамене на получение водительского удостоверения не увидишь. Да, начинается все стандартно, говорят инспекторы, со змейки. А после эту же самую змейку нужно проехать задним ходом и дальше только сложнее. Один за другим следует несколько этапов под общим названием насужение. То есть пространства между конусами все меньше и надо проехать на скорости так, чтобы ни один не задеть. За сбитые конуса у нас штрафные баллы минимально начисляются. Если водитель, участник не выполнил какое-либо упражнение, то есть это максимальное количество баллов, либо не завершил. Также если в процессе выполнения какого-либо упражнения водитель допустил то, что двигатель автомобиля заглох, так же начисляется штрафной балл. На региональном конкурсе по автомногоборию среди подростков это еще легкий этап. Называется он фигурное вождение. Рядом с ним трасса, что называется для виртуозов. Сказать, что элементы здесь нестандартные, значит не сказать ничего. Нужно под определенным углом развернуться на автомобиле, так же проехать этапы на сужение и заезд задним ходом в карман. Звучит только просто, говорят участники. А они далеко не опытные водители. Юные водители, возраст которых от 15 до 17 лет, продемонстрировали свои умения и навыки в знаниях правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, в замене колеса, а также показали блестящее фигурное вождение. Еще до начала соревнований команду присылали творческие мотивационные эссе и яркие видеоролики-визитки. Замена колеса – один из самых эмоциональных этапов. Задача – справиться за пять минут. Команды должны четко распределить между собой обязанности. Кто-то подкладывает башмаки, кто-то откручивает гайки, другие работают домкратом. Баллонникам орудуют также студенты, тоже 15-17 лет. И также есть штрафные баллы. Но ребята справляются чисто – две минуты без штрафов. Рекорд рязанского автомногоборья 2024 – полторы минуты. Ребята из Клебяковского технологического техникума справлялись за минуту 50 на тренировках. На самом конкурсе что-то пошло не так, в результате – две с небольшим. А вот фигурное вождение, наоборот, прошло на ура. Один из участников справился без штрафных баллов. Пока это редкость. Кто-нибудь до конус собьет. Готовились мы долго, усердно. Катались постоянно, каждый день там ПДД. Мы ходили на медицину, ходили на вождение. Время заняло все много. На каждом этапе участник стартует с банком в ноль баллов. Каждый штраф – минус один. За пропуск элемента вычитают сразу несколько. Помимо штрафной системы есть и время, то есть задача участника – выполнить этап как можно быстрее других команд, так и не сделать ни одной ошибки. Проведение подобных соревнований необходимо в первую очередь для того, чтобы как можно больше молодых людей были вовлечены в процесс воспитания законопослушных участников дорожного движения и стали хорошим примером для сверстников. Автомногоборье проводится уже в четвертый раз. Это отборочный региональный этап, победители которого отправятся на всероссийские соревнования. Пока что рязанская команда на большом турнире призовые места не занимала. Но это говорят участники. Пока. Вчерашний день был насыщен событиями в выставочном зале художественного музея на улице Есенина. Вечер украсила своим выступлением театр-студия народного костюма «Сударыня». Руководитель театра и его основатель Мотовилова Людмила Петровна представила вниманию зрителей три коллекции одежды в стиле народного костюма. Читала стихи и рассказывала об истории создания коллекций и необходимости сохранения народных традиций. Мероприятие дополнили концертной программой с участием Ивахина Анатолия Николаевича. Многие наши телезрители наверняка помнят такой журнал как «Мурзилка». Детское издание, на которое подписывались семьи во всех уголках союзной державы, на котором выросло не одно поколение. А знаете ли вы, что главный редактор «Мурзилки» Анатолий Митяев – уроженец земли Рязанской? Также он был секретарем газеты «Пионерская правда» не менее знакового издания. В честь векового юбилея нашего земляка в библиотеке Горького вчера проходила конференция. Расскажем об итогах. В программе обмен опытом работы с творчеством Анатолия Митяева, а также презентация разных форматов популяризации военно-патриотической литературы среди подрастающего поколения, обсуждение методики патриотического воспитания. Не случайно на этом, казалось бы, камерном, но очень важном мероприятии представители Министерства образования и детский омбудсмен. Я считаю, что патриотизму нельзя научить. Это вот то, что идет от истоков, от глубины души. Я считаю, что патриотизм нужно только воспитать. И начинать это нужно с пеленок. И как раз активными помощниками для детей в этом и являются учреждения культуры, библиотеки, образовательные учреждения. Поэтому вот такие конференции, на которых изучаются новые методики, рассматриваются, предлагаются новые методики по работе с детьми, они очень нужны в современном образовательном процессе. На конференции очные и дистанционные выступления специалистов из Рязани и области, Москвы и Ростова-на-Дону. Выступили педагоги, библиотекари, музейные работники и родственники Митяева. Я приехала из Москвы, чтобы рассказать рязанцам о том, какое большое значение имел мой отчим в моей личной жизни. Ну, я думаю, что и в жизни многих других детей, по крайней мере, Советского Союза. Когда мы с ним познакомились с книгой будущих командиров, началось мое знакомство с Анатолием Васильевичем Митяевым. Это было в 70-м году. Мне было 9 лет. И я уже начала читать эту книгу по военной истории. Анатолий Васильевич своим еще личным примером, у меня тогда еще молодую девочку, 15-летнюю, оказал большое воздействие в выборе, например, профессии. Я думаю, что благодаря ему все-таки я пошла в медицину и стала врачом. Вот. Ну и вообще он для меня служил и до сих пор служит неким нравственным ориентиром. Обсуждали патриотическое направление в российской литературе для детей и подростков, новинки фонда, тенденции к культурной жизни современного ребенка. Медиа, беседы, турниры и конкурсы в рамках митяевских чтений для детей проводятся ежегодно. А вот для взрослых мероприятий имени писателя провели впервые. Мы обычно проводим и митяевские чтения для детей, мы проводим для них конкурсы разнообразные. Но надо, чтобы и взрослые подвели как-то итог большой работы своей по творчеству писателя. И поэтому мы решили провести конференцию. Думали, конференция. Но это не только. Анатолий Васильевич и его книги, они намного шире. И сама пришла такая идея назвать конференцию «Патриотизм. Писатель. Дети». Анатолий Васильевич, его книги как никогда сейчас своевремен и актуален. Его книги не забываются. Хорошо, что они переиздаются. В этом большая заслуга его вдовы. И очень хорошо, что мы тоже, наша библиотека, вместе с научной библиотекой имени Горького, смогли издать книгу сказок Анатолия Васильевича Митяева. Творчество Анатолия Митяева действительно спустя годы остается актуальным и учит не только детей. В нем есть, что почерпнуть и взрослым. Он свои идеи, свои мысли, свою душу вложил в свою литературу. И поэтому, чем больше мы будем читать его произведения для детей, тем больше мы будем проникаться вот этим вот настроением. То есть, спокойный, мудрый взгляд на окружающий мир и с колоссальной любовью и к человеку, в первую очередь, но и не только. Потому что Анатолий Васильевич есть прекрасная совершенно стихи и проза о природе. Там буквально и о муравьишке у него есть сказки, и даже о капле воды. То есть, это такая большая любовь к жизни. На конференции также подвели итоги библиотечного детского конкурса инсценировок по произведениям Анатолия Митяева. На суд жюри прислали 52 видео. Самыми активными оказались детские сады нашего региона. Участие в конкурсе принимали и ростовские читатели. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова